Как проверить, не висит ли на вас чужой кредит? Казахстанцы нередко становятся жертвами мошенников, которые оформляют на них фиктивные микрокредиты по поддельным или утерянным документам, либо персональным данным, найденным в интернете. Так происходит из-за того, что один из популярных видов микрокредитования – краткосрочные микрокредиты – выдаются микрофинансовыми организациями онлайн. Это значит, что личные данные человека могут утечь в сеть, где ими воспользуются мошенники. Они используют и другие схемы. Первое. Перевыпуск сим-карты без согласия владельца. Второе. Перенаправление перехвата смс для хищения денежных средств через удаленный банкинг. Третье. Использование программ по подмене телефонных номеров. Это позволяет им скрываться под чужими номерами. Какие меры принимают в Казахстане? С мая 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн-микрокредитов. Теперь для выдачи онлайн-микрокредитов МФО обязано произвести идентификацию клиента одним из трех способов. Первый. С помощью электронной цифровой подписи ЭЦП. Второй. Путем биометрической идентификации заемщика через сервис Центра обмена идентификационными данными Национального банка Казахстана. Третье. Путем двухфакторной проверки персональных данных и изображения заемщика в режиме реального времени. Кроме этого, с января 2022 года микрофинансовые организации обязаны осуществлять сверку абонентского номера, который указал клиент с данными операторов мобильной связи. Для того, чтобы не допускать возникновения у казахстанцев фиктивной задолженности и для защиты их интересов от злоумышленников, с 16 января в Казахстане действует порядок урегулирования задолженности по микрокредиту, оформленному мошенническим способом. Если казахстанец заявит в полицию о незаконном оформлении микрокредита, микрофинансовая организация обязана в течение трех календарных дней приостановить начисление вознаграждения по фиктивному микрокредиту и прекратить претензионно-исковую работу по клиенту. Проверить наличие задолженности казахстанцы могут, запросив кредитный отчет о себе на официальном сайте Государственного кредитного бюро.